В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. И как у нас заведено, сначала я объявлю, какой у нас день. По одному из современных календарей 20 февраля 2018 года, вторник. По одному из современных, 31 день месяца в Юг и Стужа, 7526 лета, седмица. А вот теперь название темы нашего сегодняшнего эфира. Внимание! Что нам делать сейчас в этом измененном мире? И автор-сказитель, глубоко мной уважаемый Владимир Николаевич Артамонов. Здравия Владимир Николаевич! Здравия светлым мыслям вашим, славные потомки славных родов! Такое бодрое вся вступление, мне так это нравится всегда. Скажи, пожалуйста, что навеяло тебе тему? Что нам делать сейчас в этом измененном мире? Почему вот именно в этот раз ты решил про это поговорить? Мы уже поговорили о разных вещах. Во-первых, почему я сказал здравия светлым мыслям вашим? Да, даже и наши светлые мысли теперь больные. Для этого та матрица, в которой мы живем, тот мир, который устроен, воплощен библейский проект, действительно уродует все наши мысли, и даже светлые. И в процессе этой передачи вы это почувствуете. Значит, почему я к этому пришел? Мы уже рассмотрели с вами разные темы. И дальше, чтобы понять, что нам нужно делать сейчас, надо определиться, кто я есть, прежде всего, и что вокруг меня, в каком мире я живу. И это, в каком мире я живу, мы рассмотрели в теме, что происходит вокруг нас и с нами. А кто я есть, мы рассмотрели в темах «Целовечный человек», а также «Живо» и «Русский язык». Вот это определяет нас. Но сегодня тема будет такая, что я бы хотел, чтобы вы воспринимали мою информацию как сказку. Вы знаете, что сказка ложь – давний намек. Добрым молодцам и красивым девицам – урок. Поэтому воспринимайте именно так. А душа выберет, что ей нужно, а что не нужно. Я ни в коем случае не собираюсь ни с кем спорить. Я выражаю свое мнение. У вас будет другое мнение. Я полностью принимаю и уважаю ваше мнение. Вот. Тема объявлена. С чего я хочу с вами начать? Я хотел бы с вами поучаствовать в таком голосовании, что ли. Вот я буду ставить вопрос на голосование, а вы определитесь, за кого вы. За тот вариант и за другой. А в конце я свое мнение скажу, и каждый из нас определится на своем месте. К чему это важно? Я некоторые вопросы ставил в аудитории. Вот вы собрались здесь уже непростые люди. Подготовлены во многих вопросах. Вы можете сравнить потом оценку себя. Хотя оценивать вообще нежелательно. Но себя можно. Потому что когда оцениваем, мы разделяем, разрушаем. А себя можно. Вот оцените. И поймете, кто у нас будет, кто у нас на улице, за окном за нашим ходит. Которых эта тема вообще не интересует. Вот эти темы. И вообще люди закрыты от информации. Тем более поймете, кто это. Ну, для тренировочки давайте поставим такой вопрос. Вот сейчас в интернете очень много информации о том, какая земля. Плоская или круглая. Вот я и ставлю на голосование. Кто за то, что земля плоская? Определитесь. Теперь, кто за то, что земля круглая? Определились. А теперь, кто за то, что ни то, ни другое? Тоже определились. Вот и хорошо. Так вот, теперь мы будем, разберемся, что это за понятия такие. А ведь академии, многих академий на эти темы информации очень много выдают. Очень много. И между собой они противоречивые. Так вот, что такое плоская земля? Форма определена? Это квадрат, прямоугольник или рваная какая-то? Нет. Следующее. Что такое земля круглая? Нет. Так. В школе учили площадь круга. Пир квадрат. Круга. Так вот, круглая земля – это плоская, ограничена окружностью. Ну и что получается? Получается это то, что там и там ложь. А вы выбираете. Вот этот принцип используется в принципе-то и управление нами. Повсюду. Ну вот, даже в таких основополагающих моментах, как, допустим, первородный грех. Потом дальше разберемся, что это тоже ложь. Вот. А раз вы грешные все, значит, вам нужен спаситель. Кроме вас, никто вас не спасет. Может вам дать информацию, помощь, но если вы не хотите спасаться, вас никто не спасет. Вот и там ложь, и там ложь. Выбирайте. Ну вот определились, да? А теперь, на самом деле, какая земля? Вот та группа, которая ни за то, ни за другое, сами для себя не проголосовали. Земля – яйцо. Формой земли – яйцо. Я уже об этом рассказывал, поэтому повторяться не буду. Ну а теперь давайте определимся, и придется еще раз напомнить, кто же мы есть. И почему. То, что я посмотрел, сейчас поставлю на голосование. Сейчас второй вопрос поставлю на голосование. Вот скажите, вы с кем сейчас определитесь? Вот, чтобы что делать, надо определиться, раз уже, по крайней мере, создаются агрегоры, создаются группы, значит, надо определиться с кем. Значит, вот вы с кем? С Богом-творцом? Или с Господом-богом? Определяйтесь, определяйтесь. Так, или с Создателем? Или с Вселенским Разумом? Вот, на эту тему я беру первоисточник. Это Библия. Каноническая Библия. Вот. Бытие – первую главу беру. Первая глава, стих 27. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину. Сотворил их. Ну, чтобы много информации не выкладывать, я краткие и буду сравнивать. Вот, смотрите. Бог и сотворил. То есть, Бог-творец. Вот, кто определился за то, что вы с Богом-творцом, это вот сейчас про вас. То есть, по образу и подобию своему. Одновременно мужчину и женщину сотворил их. А все имеет мужское и женское начало. Буквально все. А чем оно определяется? Да, потоками. Встречными потоками. Вихревыми потоками. Вращение, направление, движение вот этой силы. И вот этим только определяется. Поэтому снизу вверх у нас идет женская часть, а сверху здесь мужская сила. Вот она. Но если я мужчина, у меня должно быть больше мужской силы, а у женщины – женской силы. Дальше. Про Господа. Читаем. Во второй главе. Седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в его лицо дыхание жизни, и стал человек душою живой». Смотрите. Одного создал. А что такое создал? Здание. Фиксация. То есть повторил. То есть клонировал. Из праха земного. Подобия нет. Вопрос сразу задается. Господь Бог – это вторая личность, субстанция. Там Бог – творец, а здесь Господь Бог. Из русского языка. Господь – го жизнь с подом, живущим внизу. А творец получается вверху. А раз все имеет мужское и женское начало, он создал здесь только одного человека. Значит, это гемофродит. И спустя большое время и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Смотрите. Даже нет названия, что он человека создал. А жену и привел ее к человеку. Поэтому до Первого Вселенского Собора не было принято решение, что женщина – человек. Там святоши перевес в один голос приняли решение, что женщина – все же человек. Потому что вот в Священных Писаниях так написано. Это первый момент. Так вот, кто вы? Определитесь, с кем вы. Или с Богом-творцом, или с Господом-Богом, или с Создателем. Ну вот, получается, что Создатель-то он Господь-Бог, тот же самый. А Творец, Бог-творец всего сущего. Только вот суть-то в том, что между первой и второй главой прошло минимум полтора миллиарда лет на Земле. А Земля была создана три с половиной миллиарда лет назад. Отсюда вот очень важный момент. Каким путем-то мы пойдем? Что нам делать? Это мы дальше поймем, когда дальше начнем разбираться. Для чего наши, какие же наши предназначения? Что мы должны делать? Это выполнять наши предназначения. Так вот, одно из главных предназначений. Если все, не все мироустройство, я не говорю мироздание, осознанно, мироздание – это фиксация. А все раздевается, значит, мироустройство. Все мироустройство основано на информационно-силовом обмене. Значит, как вы думаете, для чего Творец создал Землю, сотворил Землю? Сотворил Землю. Ответ, наверное, простой. Для чего садовник сажает сад? Очень просто. Чтобы кушать. И вот Земля со всеми, со всем сущими. Это излучает определенную силу. И люди, и птицы, и животные, и звери, и растительный мир. Все излучает. Но Творец дает силу всему этому. Через солнышко, через воздух. Все, что он сотворил на Земле. И Земля, Матушка, дает силу всему живому. А вот это все живое должно излучать пространство, силу. Оно так и должно быть. Но животные, птицы, рыбы, насекомые, они излучают Творцу. А вот человека отключили от этой цепочки. Это Господь Бог на себя перевел. Как это он сделал? Ну вот я уже рассказывал об этом. Вот шесть элементов человека. Бог, совесть, дух, душа, тело и Господь. Так вот, шесть тысяч лет назад. Около шести тысяч лет назад. Господь сотворил Адама с Евой. Потом уже его назвали Евой. Для чего? Чтобы через них это инструмент для управления и для создания того библейского проекта, который создан на Земле. Они стали инструментом. Кстати, тоже, если помощник-то, он тоже гемафродит. Из ребра гемафродита создали тоже гемафродит. Каким образом нас отключили от Бога? И на каком этапе? Вот душой-то живой он стал. Вот он. Душой-то живой он стал. Но душ посадили на паразитический эгрегор. Что это за паразитический эгрегор? Все секты, все религии, все конфессии состоят в своем эгрегоре. И производственные в том числе. Вот сейчас я столкнулся с такой вещью и узнал, что небольшая поликлиника, а руководитель поликлиники загоняет всех в партию Единой России под страхом, что могут уволить. А раз ты член партии Единой России, ты обязан за это голосовать. Чувствуете? Работа Господа. И кто это трудится? Значит, каким образом вот это сделали? Вот здесь вот перемычку поставили между душой и духом. Вот это место. Вот это место. И перевели наши души, и мы стали силу свою изначать паразитическим эгрегором. Эти паразитические эгрегоры питают кого? А тот, кто создает эти эгрегоры, кто создал все религии, все конфессии, тот, кто создает эти религии. А они кому сил отдали? Тому, кто изначальных сотворил. Так вот, на земле матушки было-то нарушено. Когда это было сделано, когда наша земелька находилась в самом нижнем, что ли, кругу, сворожьем кругу во время ночи сворога. Это у него смогли сделать. Когда проходила наша земелька через зону влияния темных космических сил, это ему удалось сделать. Каким образом нас отключили? Ну, есть тут, будем так говорить, материальные, материальные отключения. Нарезали табак, сразу пускают нас низкие вибрации. алкоголь, химическую пищу, мясо. А вот теперь в той же Библии нам продукт творец что определил? Плоды деревьев и траву с семенем. А мы что сейчас кушаем? Поэтому больные от духа своего отключены. И напрямую по информации мы отрезаны от Творца. Напрямую. Опосредовано через то, что другое, чего создано Творцом, сотворено Творцом. Да, мы получаем. Но напрямую через дух нет. Мало того, мы от духа своего отключены. И те, кто созданы, у них нету духа. А нету духа, тем более нету совести. Потому что совесть это вот где стоит. Это совместная весь Творцом. Да, вот. А у них с кем совесть? Душу пособили на Господа. Через агрегариальную систему. Ещё каким образом в материальном плане? Да, вся наша деятельность. И одежда. Хочу вам показать. И одежда, и продукты. И что касается архитектуры. Я вам это всё рассказывал. Поэтому некоторые моменты. Одежда. Вот у меня есть фотография. до... Я приготовил много фотографий. Ну ладно, походу потом найду. Что мне много. Я вам материала сегодня приготовил показать. Вот. А куда я делал фотографию с одеждой. Значит, в следующем до революции оказывается и мужчины и женщины застёгивались точно так же, как и женщины сейчас. Вот эта застёжка обеспечила право вращения силы. Получение сверху. потому что это тонкая энергия. Ей надо много нам. А что сделали после семнадцатого года? Нам мужчин застёжку сделали вот как сейчас мы носим. То есть влево. И наша одежда раскручивала силу в левую сторону. Поскольку армия самая консервативная организация, у них двухсторонняя застёжка. Так вот, когда до революции об этих вещах знали, и в обыденной жизни военнослужащие и все государственные люди тоже самое было. Тоже у них двабортные были. У железнодорожников и прочих, у полисмейстеров всех у них было двусторонней одежды. Так вот, в обыденной жизни у них была застёжка так, как сейчас ходят женщины. Вот. А когда воины шли в бой, они одевали вот как сейчас мужчины носят. Для чего? левое вращение раскручивало, чтобы этим самым противоположно и снимать силу с противника уже своей одежды. Маленький нюанс вроде бы очень существенный. И вот так во все сферы деятельности вот эта матрица, вот этот проект, который создан, библейский проект реализован. Я не знаю, может быть, есть необходимость напомнить, чтобы я там раскрывал библейский проект, но очень коротко напомню. Значит, в плане экономики. Ветхий завет второзаконен. там говорится, не давай в рост брату своему ни денег, ни зерна, а народам давай, и народы и цари тебе поклоняться будут. Так вот, через судный процент подчинены все страны к библейскому проекту. Подчинены все страны, а которые сопротивляются, тем уничтожают. Вы это видите. И наша страна в нашей стране, почему высокий такой судный процент? Да побольше грабить надо. Вот и все. И это причина всех кризисов. И возврата оттуда из этого кризиса нет. Или менять систему, убирать судный процент вообще из жизни. Или организовать крупные войны и грабить другие страны. Другого подхода нет. Теперь в плане идеологии Новый Завет Евангелия Иоанна 8 глава 44-45 стихи в краткий звучит следующим образом. Иисус говорит Иудеям, ваш Бог Дьявол лжес и отец лжи. А вы поклоняйтесь им. вот сейчас мир тотальной лжи. Везде и всюду ложь. Библейский проект основан на насилии, на лжи, на грабежах, на убийствах. Это библейский проект. И третий пункт. Ложное воззрение на мир. Вот сегодня мы с вами это разбираемся. Чтобы что-то делать, надо понимать, где ты находишься и с кем ты. Все просто. И мир-то устроен просто. Умышленно усложняет. Я хочу, чтобы вы определились и начали действовать. Значит, что мы должны сделать? Вот это главную задачу, чтобы мы обращали к своим богам. Никто не имеет права, да и нет сил у них остановить нашу мысль. Никаким образом. Если мы это осознали, то нам никто не может помешать. И когда мы называем имя бога, мы устанавливаем прямую связь. Но мы, наши предки, не молились. Молиться слово означает, молить себя. Ся на конце это себя. Поэтому драться драться себя. Пытаться пытать себя. Корень еб выбрасывает божественное творение. Божественное бытие. Чтобы не использовать его, они вот так сокращали. И два слова превращали в одно. Вот это молиться, молиться себя. Очень нравится вам. Вперед. Значит, вот эти длительные молитвы, они питают паралитические агрегоры. Поэтому я категорически против всяких мантр, молитв, а простое обращение к нашим чумным прачкам, они просто славили богов. Вот простой пример. Утречком поднялся, посмотрел на солнышко, да? Здравия тебе, трехсветное солнце в трех мирах, правь, наш яд. Любви, мира, счастья тебе и всем живущим по твоим вещам. Больше ничего не нужно. Что произошло? Неважно, я могу сейчас это сказать, потому что солнце-то всегда есть. Неважно, что он теперь с другой стороны. Не имеет значение. Я могу это сейчас сделать? Я сделал. Я сейчас отдал ему свою силу. Когда я с ним на одной волне, он мне слихозь возвращает эту силу. Поэтому одна из главных задач наша обеспечит этот обмен. А чтобы у нас была сила, вот еще раз посмотрите нашу встречу с темой живо. Я там все рассказывал. Как ее сохранить, как ее накапливать и обмениваться по адресату. нас обстали со всех сторон, создали иллюзию в плане мировоззрения. Двойной такой мир был создан. Хорошо, плохо, день и ночь. Специальный проект, которому 13 тысяч лет начался после когда была ядерная война между Юберпорей и Атлантидой, а закончился в 1987 году. Что это случилось? Что за бывальный мир такой? А вот что растаскивает? А раз мы разделяем, мы даем оценку. А когда разделяем, разрушаем, потому что все едино. И мы были разрушительными. А вот светлые космические цивилизации решили нам вот этот проект остановить. Каким образом? Они нам дали костыли для быстрого развития. Помните, появились пейджеры, мобильники, потом компьютеры, и не все совершение совершения. Для чего нас меняет информация? И кто открыт для информации, тот непременно развивается. А кто закрыт, то извините, поэтому, а еще люди, очень многие, вот сейчас уже таких я почти не встречаю, но два года назад я все время разговариваю на улице, в метро, не важно, в маршрутке, рядом сядет человек, всегда найду тему найти разговор. Агрессивно защищали еще два года назад свое воззрение на мир, оберегали его, боялись измениться. А сейчас уже нет таких. Вот вам и зеленый мир. Что интересного, что произошло? смотрю, какие вам картинки показать. Значит, закончим человеком. Формационно-силовая структура человека это вот шар, а скорее всего яйцо. Яйцо. Это вот я нарисовал как шесть основных элементов, шесть осей, и вот он так выглядит. Так выглядит земелька матушка наша, так выглядит вселенная. И вот есть такая компьютерная картинка. Вот она человека, да? Но здесь была травма ноги, поэтому вот такая потеря поля. Тогда сила организма устремлена для восстановления этой травмы, а в эту точку сразу подключаются темные сущности. Как они выглядят на фотоаппарате я вам сейчас покажу. Вот так. Поксимильные пятна. А вот рядышком обратите внимание, вот светлая. Это вот солнечный корабль. Солнечный кораблик. Вот и более верхняя вот эта прозрачная часть вот крутится в одну сторону, а это в другую сторону. И тот человек, который фотографию сделал, его украли на корабль, он эти вещи знает, и с помощью этого солнечного кораблика убежал по кораблю. А хочется вспомнить из сказки наших Пушкина, да? Колдун несет богатыря с большой бородой. А колдун кто это такой? Колодун. Это вот вихрен смерч. Нас везде все изменили, чтобы мы теряли силу и долго не жили и долго не жили. Той же Библии. Господь не Творец, а Господь определил нам жизнь 120 лет. Почему? Да он боится, что мы долго будем жить, а разумеем, поймем, что происходит. А ведь мы же божественное творение. И у нас все божественные качества есть. поэтому вот почему даже сизьевкой, с усмешкой относятся, когда человек называет себя Богом. Это нормально. Я уже об этом говорил, но еще раз напомню. Вот смотрите, какие божественные качества у нас есть. Во-первых, мы творим мысль. А чем Творец все сотворил? Тоже мысль. Мы теперь во всех религиях мира сказано Бог есть любовь. А может это не так? А может источник любви? Я за это. И мы являемся источниками любви. Я думаю, никто в этом не сомневается. А это самая мощная сила мироустройства. Следующее. Во всех религиях тоже говорится, что Бог есть свет. И мы являемся источниками света. Но свет у каждого по-разному. Вот здесь один свет я показывал. А у другого другой свет. Мало того, мгновенно меняется в зависимости от наших эмоций. Если у нас хорошие высокочастотные эмоции, он будет приближаться к белому. А если агрессивный, красный. А если вообще злое совсем ближе к черному появляться моменты будут, вот такой свет вокруг нас. Но мы излучаем его. Так что же изменилось сейчас? Я о квантом переходе уже рассказывал. Вот 21 декабря 2012 года именно скачком изменился размер протона водорода. Почему взяли водород? Да потому что там протон один. он уменьшился на 4%. И скачком изменился. Это говорит о квантовой структуре мироустройства. О квантовой структуре мироустройства. Ну как раз уже пошли что такое квант? Вот для все просто нужно понимать. Простой пример. Вот взять мелкого песка разных цветов. Белого, черного, красного и так далее. Так вот нет абсолютно ничего черного. Там есть все цвета на пропорции другие. Так и в белом свете тоже белый свет включают все свиньи цвета. И когда их перемесить тогда все понятно. Да в черном есть белый свет. Так вот дальше мы тогда тоже проходили что было вначале. Все отвечают что по Евангелии Триана вначале было слово. Мы уже с вами проходили глубь туда пойдем. Мысль я не буду раскрывать потому что я раскрываю просто напоминаю. Дальше звук спиралевидное движение силы дальше свет и на этом я остановился. А откуда же взялся свет? а вот из темной материи которую мы не знаем нет у нас инструментов понять это и почувствовать материю но ученые посчитали что все как вращается в пространстве не хватает 90% материи так вот 90% материи это есть темная материя вот оттуда свет и появился может быть и это тоже обратная сторона света вот я дальше тоже не знаю но этот вопрос стоит у меня если придет я может быть когда будет встреча уже с вами поделюсь вот так по цепочке мы ушли далеко возвращаемся назад мы вот эта задача наша чтобы мы излучали нужную творцу силу а ближайшее воплощение или уплотненном возле нас божественное творение которое представляет себя наиболее мощное как божественную субстанцию это солнышко вот мы ему даем силу он нам обратно возвращает ну а вот когда мы господу отдаем он не возвращает вот этот обмен все построено информационным силом обмене солнышко нам жизненную силу матушка земелька нам все микроэлементы дает с воздуха получаем влагу и формируемся и но мы то обязаны туда отдавать но для этого нам нужно уйти от агрегоров а как от них уйти это очень просто просто не питать их прекратить им молиться умолять их просить постоянно на низкие вибрации забыть о них не обращаться к настоящему творцу или к его деянию как-то я ехал в одну московскую московскую тючеву тючеву усадьбу автобусе и было июль жарище смотрю одно местечко есть в автобусе с правой стороны как раз солнышко и у стенки там сидит женщина вот так вот ввязалась платком вся вот жарище я к ней подсел едем но поскольку я со всеми разговариваю я наблюдаю что она делает стали подъезжать к храму она давай креститься я у нее спрашиваю скажи мне кто этот храм сделал она говорит люди вы правильно а кто дерево травинку она говорит бог а что ж ты каждой травинке не крестишься и не молишься а дело рук человеческих молишься а дело о творении не молишься она посидела оживилась и начала со мной разговаривать ну ладно дальше историю не буду продолжать но она довольно интересна поэтому надо понимать что происходит где мы находимся кто мы наша задача наше предназначение это я говорю о предназначении для всех у нас их много значит следующее вот эту земельку матушку надо беречь представляете вот какой пример очень яркий когда человек тушит сигарету в земельку а в основном привыкает бросать вот заходят в транспорт до курит поскорее поскорее бросает тут же это входит в привычку эти люди когда появляются летом в лесу они также бросают сигарету в результате пожара а в другом момент вот земельку тушит это уже более осознанный человек который тушит сигарету более осознанный а те которые бросают они не тушают я не могу их вообще назвать не вот дальше плюют на землю но ведь земелька это матушка выше наших земных матерей которая нас родила она на всех земелька матушка кормит мать родная растила скормила нас так вот курящий человек попробуй затуши а лицо матери своей земной которая тебя родила сигарету или плюнь в ее лицо а что ты с земелькой матушка делаешь какой уровень осознанности у нас это же каждый день наблюдать возле каждой остановки возле каждого автобуса троллейбуса трамвайчика посмотрите у электричек элементарно определить где дверь открывается подойти к краю загляни под платформу там набросаны сигареты значит вот здесь дверь открывается земельку нашу беречь надо а теперь настоящего хозяина нет ее бедную распродают червью пращуры продавали только то что смогли сотворить своими руками все остальное торговле и продаже не подвергалось это опять изобретение господа чтобы нас лишить связи с землей и чтобы на земле не было настоящего хозяина да жалко нет ну вот в любом случае опять же в связи с тем что произошло сейчас ни в коем случае нельзя вот так вот на низкие вибрации опускаться и переживать это сразу мы начнем привлекать вот этих вот сущностей мгновенно стоит только на низкие вибрации опуститься это низкие эмоции все наши низкие эмоции ниже 3 герц а сейчас вот я вам покажу раз уже об этом заговорил с 10 по 18 число было вот я впервые такое встретил сплошные вот такие вот что это я вам показываю значит вот здесь хорошо видно вот это частота вот это частота вот здесь время часы вот здесь даты написаны так вот с 10 по 18 непрерывно вот так зашкаливало за 40 герц как это работает обыкновенный приемник настраивает на частоту и выскакивает такой сигнал в чем заключился квантовый переход в 12 году а вот частота 8 герц вот она вот это вот это вот она 8 герц 7,83 эта частота была стабильная на протяжении тысячелетий а сейчас видите что происходит вот она реальная картинка то есть набираете частоту Шумана в интернете Томский университет онлайн наблюдайте каждый день какова же сегодня вот сейчас более-менее спокойно но вот когда вот такое происходит поскольку померить выше 40 несколько некогда было я вот здесь померил было 75 герц по белокассе и вот это 8 дней подряд я был удивлен впервые такое еще было тоже неспроста с 24 25 26 декабря 17 года что это за дата зарождение коляды наш праздник откуда еще у нас забирают жив и как нас перевлекают значит и все цивилизации светлые и темные и которые представители есть на земле все они борются за наше внимание вот куда наше внимание туда и сила а вот наша жизненная сила архи необходима всем как жизненная сила для всего сущего живого и вот за наше внимание и борются но я уже наблюдаю сейчас все больше люди меняются отходят от сект религий конфессий осторожно относятся уже к таким группам где ходят постоянно допустим на занятия по йоге там или еще что-то вот а с них снимает тоже сила вот эти кто там руководит еще мне мысль пришла у нас же очень много вещателей которые вещают за деньги а для этого что они делают я стремлюсь вам дать ключи ко всему не рыбу а ключи поэтому я вам давал ключи для раскодировки русского языка давал вам основные принципы мироустройства посмотрите чтобы вы ориентировались чтобы вас не могли обмануть а если бы каждый ключ я бы его растягивал на много часов дабы денежки собирал вот те кто заполняет эти ключи водой пишут толстящие книги а сути там немного это есть вода это вот есть та рыба они ее растягивают чтобы подольше людей держать и денег побольше собирать а наши деньги это тоже наша жизненная сила мы потратили жизненную силу чтобы заработать эти деньги эту рыбу всячески украшают припудривают всякими вещами там вот это неправильно поэтому я следующий раз я в принципе даже не знаю о чем какие ключи вам давать потому что я уже вроде бы все дал а эта тема пришла потому что вроде надо закончить что нам делать разве что какая интересная тема придет или еще что хотя тема появляется вот одна из тем допустим я очень благодарен Валентине Когут у нее очень много интересного с многим я не согласен но это мое видео вот но очень много интересного и когда наше ведание в принципе это представляет какие-то разорванные цепи ведания вот а когда эти цепи клочки цепи соединяются у меня просто восторг появляется ну вот очень образные представления у лукомоли дубь зеленый представьте вот эту цепь это наш язык а мы это сейчас представление это имеем с помощью языка звено это наш слог основа нашего языка и вот эти цепи прорваны а если цепь в одну сторону накручена да в другую как надо читать язык то есть другую сторону еще намотать это ДНК наше сейчас у нас запасные ДНК пробуждаются но мы пользовались только у нас была пара одна ДНК а сейчас еще пробуждается великое время мы живем так что мне пришло у меня постоянно стоял вопрос но как же так я видел как рождается телята жеребята видел как свинюшки как рождается все видел и видел как из яйца вылупается выходит птенчик и вот он на тоненьких этот такой желтенький клубочек на тоненьких ножках сразу становится и бежит и ищет еду точно так же мама оближет того же теленочка и он на дрожащих ножках становится иксовским только мы своих выписываем 9 месяцев и когда начинает говорить а ведь это неправильно это век творение наши дети тоже должны родиться встать на ножки и говорить сразу а что сделал вот этот самый господь он нам изменил календарь да 9 месяцев ходили наши бабушки но в году это было 9 месяцев и 360 дней значит наши дети не выношили и генетику внесли что через 270 280 дней что было отторжение плода это уже изменил генетику внесено так вот через календари у нас очень много отнимает сил не празднуйте не наши праздники вы отдаете силы вот с какой помпой тут масленицу организовывали христианскую зачем наша масленица когда 22 марта солнечный праздник кома едется дань отдается богу велесу потому что тотемный зверь велеса бога велеса это медведь посмотрите у живописцев картин рядом с волхвом всегда есть велес то есть медведь а Серафима Саровского живой был друг медведь а Серафим Саровский настоящий волх а волх это представитель велеса хвалящий велеса волх зачем силу отдаете в другую сторону усиливаете этот агрегор который вас убивает и все праздники наши изначальные они заменены на месте подключка идет а для чего вы думаете иконы воду пускают в речку подключка агрегор или у истока рек ставят часовин или на входе городов ставят кресты чтобы подключать к этому агрегору но какое великое счастье я понимаю что сейчас вот эта высокая вибрация все эти паразитические агрегоры они основаны на низких вибрациях и вот эта высокая вибрация которая сейчас присутствует в пространстве она просто отрезала все эти паразитические агрегоры И кураторы сверху Тоже отрезан От земли Но тот, кто питал, он же еще продолжает Воспроизводить эту силу А эти силы как-то Собираются и превращаются Вот в таких потеряшек Вот таких Вот они И они сейчас очень агрессивны И как только человек опустился на низкую эмоцию Сразу Они что любят? Они закрывают чакры Потому что там наиболее энергетичное место у человека Я об этом много говорю Потому что надо всегда помнить Сейчас, чтобы просто выжить Нельзя опускаться на низкие вибрации Да, не просто смотреть, как гибнет страна Как гибнут люди Но делать Ничего не приходится Надо это делать Непременно делать Поскольку я уже вам сказал сказочник Давайте я вам про сказки расскажу В свое время Не знаю, лет 10 назад Я прочитал книгу Майкла Ньютона «Призназначение души и путешествия души» Вот к этой информации отношусь Более, что ли, с доверием Нежели к информации всей ортодоксальной наук Это ретроспективный зон Гипноз Так вот Книги по таким работам Вот я первую вам назвал Очень много книг у Долларес Кэнон Вот она Да Вот одна из последних книг ее И вот я Когда открыл и понял Что вот такое Что земелька-то Раз все делится При творении все делится А если яйцеклетка делится пополам А потом на 4 Потом на 8 И так далее Значит и земелька наша тоже разделилась Эта мысль пришла И вот она, книжка появилась Мне сразу попадают под руки То есть когда ставишь вопрос Тебе придет ответ Случайные фразы от кого-то услышаны В телевизоре услышал, что-то увидел В газете, в книжке Вот пришел ответ Вот В 2006 году Об этом уже шел разговор В 2006 году Ну вот Книгу Интересно найдете Значит найдете Да Это Она видела А что вы думаете У нас своих таких людей нет Есть Есть у нас такие люди Вот мне книжку сейчас покажу Татьяна Макарова Смотрите Ее ученик Ян Марыч Я уже Одну из лекций Обращался Вот две книги Красивый славянин Богатырь Чем они Людей вводят Претроспективный Вот такой Гипноз И они гуляют По Времени И какой нужной информации Они Добывают Если я вам Вот такую картинку Покажу Да Это Наш Земель Меня это Не удивляет Нисколько Нисколько Не удивляет А теперь Давайте подумаем Побудем В сказке На какой Земле Мы то с вами Из этих двух Ну я думаю Это новое Которое Мы сейчас Летим Потому что Вот та Стоячая волна Это резонанс Сашум Она есть Между Неоднородностью Над Землей И между Землей Вот она И определяет В каком Пространстве Летит Наша Земля Раз она Выросла В разы Если Десять раз Семьдесят пять И восемь Там семь Восемьдесят три И семьдесят пять Она выросла Десять раз На порядок Мы летим Совершенно На другой Земле И в другом Пространстве Силы Которые К нам Идут Совершенно Другие Так вот Кто Неосознанно Живет Это Растительный Мир Животные Неосознанно Живет То есть Они не понимают Что надо отдать силу А мы то Должны понимать Что мы Являемся Пищей для богов Наша жизненная Сила является Пищей для богов Но для каких В этом разница Они то Нам дают Жизнь А мы то Тоже обязаны Отдать И чем Мы больше Отдаем Тем Они больше Нам дают В этом Суть Так Все изменилось То что Неосознанно Перестроилось Под эту Частоту Под эти силы Меняется А будущее Мы вернемся К тому Что Тоже много Информации Что когда-то Мир у нас был Кремний Деревья огромные Там по 5 Километров Высоту Вот к этому Придем Потому что Все И земелька Станет легче И пространство Другое И вот эта Защита И Иносферы И Стратосферы И вот этого Бублика Магнитного Да Я тоже покажу Где находится Земелька Это вот Такой вот Бублик Вокруг нас Тоже такой же Бублик Все изменилось И наши дела Меняются Но мы-то Творим мысли Если мы Наши дела Наши мысли И дела Остались На Том Стереотипном Жизни Стереотипной Жизни Которая мы Жили до этого То мы На той земле Будем А как это Происходит Я сказал Сегодня Принимайте Информацию Как сказку А как это Происходит Да очень просто Через Смену Мирности Это у тех У кого Дух Есть Дух Не меняет Мерность Только А тело Оно Смертное И душа Информация С души Перекачивается В дух Она тоже Исчезает Так вот У кого Нет Духа Те Жутко Боятся Смерти А нам Всего Боятся Кто Себя Относит К Творцу Богу Творцу Такая Задачка Стоит У нас И вот На такой Земле Думайте Размышляйте Сказочки Будьте Сказочками Наблюдайте Да Все меняется И цвета На небе И конфигурация На небе Меняется А главное Люди Меняются Вот Может быть Даже те Которые Ни о чем Не думают Совершенно Ни о чем Не думают Они Может быть Тоже Легко Меняются Но Сейчас Нужно Слушать Тело Вот Допустим Днем Захотелось Поспать Сложитесь Поспить Это Очень Необходимый Момент Очень Потому что Когда ты Спишь Легко Тело Перестраивается А вот Когда Просыпаешься Начинаешь Мыслить Как на Старой Земле Ты Себя В разы Разрушаешь И Теряешь Силы И Здоровье Ну Вот Поэтому Что Нам Делать Да Только На Позитивных Эмоциях Быть А что Такое Вот 45 Гер Чтобы Понять Что Это Чувство Благодарности Всему За Все Даже Травинки Это Букашки Земля Которая Есть Потому что Она Тоже В Этом Цикле Участвует Вот Когда Ты Благодарен Всему За Все Без Разбора И Даже Врагу Врагу Как Кучелям Надо Относиться Вот Тогда У тебя 45 Герц Обеспечено Но Этого Сейчас Мало Вот Мы Уже Уходит Вот Это Спаси Бог А Появилось Благодарю Два Слова Разных Надо Говорить Тебе Чтоб Алист Павиль Всегда Говорят Благодарю Тебя Кому Третьему Берут Тебя Отдают Поэтому Вот Эта Благодарность Это уже Мало Слова Надо Уже Говорить Радость Дарю Уже Свет Изначальный Вибрации Повыше Прознесите Почувствуйте Что Внутри Происходит А Можно И сказать Уже Любовь Дарю Почему Нет Опять же Вот Это Любовь Если Скажешь Мужчине То Могут Неправильно Понять До недавнего Времени Это было Нормально Это вот Пришло Запада Нам Понятие Голубых А кто Навязывает Вот эту Культуру Да Конечно Те Которые Последователи Адама С Евой Гемофрониты То бишь Вот Недавно Небольшая встреча Из Швеции Женщины Да Что она Рассказала Вот в этой Швеции Для девочек После пяти лет В магазинах Платьицы не найдешь Там уже Все Там потеряли уже Человеческий образ Люди Там родитель номер один Номер два А про пол Уже ничего не говорят Или праздновали День Святого Валентина Кто мне Мне уже Скажем годом Все меньше Этих подосылают Но разве Это сердце Я тут Где-то изобразил Хотел картинку Тоже заснять Ну вот Сейчас изобразил Покажу Так Я Я не живописец А художник Вот поверхность воды Да И кто-то там Нырнул Что это такое Это сердце Видите Да Сердце Вот так выглядит Вот это Вот это Ближе к сердцу И вот Насколько же Нас надо Отупить Чтобы Это Валентинки Рассылать А это Их Бог Имафродитов А святой Валентин Его даже Католическая Церковь Вывела Из святых Валентинов Признали Что это Неправильно А чем Он занимался А он Венчал В армии Мужиков Однополые Браки Это Давно Было Очень давно Вот каким Он Как стал Святым А мы Празднуем Этот праздник И заполняем Сосети Вот этим А думаете Святой Валентин Ушел А мы Это Не продолжаем Посмотрите На улицы Городов Транспарант Висит Я И потом Якобы Сердце Дальше Город В котором Ты живешь И это Распространяется Как Вы понимаете Что С такой Страной Делают А мы Неосознанные Понимаем Это Принимаем Но И распространяет Те Кто У власти А у них Нет ни духа Ни совести И когда Они идут Туда Во-первых Рвутся Те Люди У которых Нет ни духа Ни совести И они Эту культуру Навязывают Так вот Дуальный мир Вернусь Дуальному миру Это Полная Иллюзия На самом Деле Все Едино Ниоткуда Без добра И вот Вернусь Валентине Когут Что Та цепочка Которая У меня Всегда Стояла Почему Почему Так Происходит И Это У ней В лекции Семеричный Так Деструктивный Код Семеричной Матрицы Раз Библейский Проект Реализован Везде Все Поставлено Верх Ногами Как Вы Думаете Семеричная Матрица Это Что Созидающая Естественно Нет Вот это На меня Навеяла Вот такая Что ли Такая Информация Разобраться В этой Вещи Что же Такое И когда Вопрос Ставишь Приходит И вдруг В соц. сети Я увидел Такую Фразу Николая Тесла Фраза Если бы Вы знали Величие Цифры 3, 6, 9 Вы бы Имели Ключи Вселенной И вот Эта Фраза Меня Зацепила 3, 6, 9 По Нумерологии Все сводится Вот Девяти Цифрам От Единички До Девяти Но я Решил Посмотреть Творение Мира Подставить Вот эту Нумерологию Ну Раз что Вверху То внизу Одинаково Естественно Я начал Вот с Яйцеклетки Она Делится Вот Творение Начинается Делится 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 И вот Это Ядерный Взрыв За 9 Месяцев От Маленькой Яйцеклетки До 3,5 Кг Это Ядерная Реакция Вот Вот Большой Взрыв Вот Она Ядерная Реакция Так Вырастает 2 4 8 Она Растет До 8 И так До Бесконечности Хорошо Значит Здесь Вчастлив Единичка Двойка Четверка Восьмерка Теперь Все Цивилизации Затухают По Каким-то Причинам Разным Затухание Это начнется С той же Скоростью Как и Былотворение То есть На первом Этапе Разделилось На 2 Добавилось Единичка Значит Из 8 Отнять Единичку Больше Что 7 Вот Она Вот Она Это Затухание Она Деструктивная Дальше Отнимаем То есть Две Уже Яйцеклеточки На 4 Делится Вырастает На 2 Вот Так же Будет Затухать Из 7 Отнять 2 Будет 5 Теперь 4 Делится На 8 Добавляется На 4 Из 5 Отнимем На 4 Будет Единичка А вот Единичка Это Исток И все Возвращается К истоку И все Движется По спирали Но только В другом Качестве Возвращается Чтобы отдохнуть И начать Новый Светок Развития Так Какие Процессы Цифры оказались 1 2 4 8 А все остальные Можно к этому Привлечь По нумерологии А потом 7 5 Возврат К единичке К истоку А где 3 А где 6 А где 9 А их Нет Интересно А где Жанин Ну вот Число 3 Строится Настрой Очень Важно Сейчас Очень Важно Настрой Чтобы То есть Обвини Тело Душу Душу И дух В одно целое В одну цепь Тогда мы будем Быть здоровыми Тогда мы не будем болеть На высоких вибрациях Внутри нас Вот эти все Микробы Паразиты Они не любят Высокую вибрацию Поэтому Мощи святых Они Приятный аромат был И они не гнили А сейчас Пол Европы Святых лежит Потому что ГМО Продукции Так вот Е369 Когда-то Я Плыкина Вспомнил Академика Плыкина Наберите Найдете Мироустройство Я с ним В свое время Очень близко Поднакомился С его творением Я был В восторге От творения Значит Когда И макро И микро Мир Сотого Строения Сколько Усоты Стен 6 Теперь А соединяется Вот это Движение света Я уже рассказывал Что Даже в гране Начинаешь Смотреть Под увеличением Увеличением Большим увеличением Все увеличив Увеличив В конечном итоге Ты увидишь Там только Игру цветов И они По сотам Двигаются Движение света Силой света Мы все сотканы Силой света Так вот Три луча Сходятся Соти Вот она Тройка А вот Перекрестие Вот этих лучей И творение Происходит Там зарождаются И макромиры И микромиры И вселенные И галактики И звезды И планеты Все там Вот она И тройка И шестерка А где же девятка Вот На таком вот Материальном Материи нет И с разной степенью Плотненная сила А тоже Чтобы подготовить формулу Показать вам Что здесь Доказать вам На уровне Формулы Эйнштейна Не нет Так что Что делать Девятка В этом случае А вот Я поработал В математистике С ними Вот и вы поработайте Посмотрите Вот когда Тройку Прибавляешь Еще 3 Получаешь 6 3 6 Еще тройку Добавляешь Будет 9 Еще тройку Добавляешь 12 Суммируешь 3 Еще тройку Добавляешь 15 Суммируешь Получаешь 6 И так далее Получается правило 3 6 9 3 6 9 3 6 9 Вот А шестеркой Начинаешь Шестеркой Год 6 3 9 6 3 9 6 3 9 А с девяткой Всегда будет девяткой Она начальник Командир Вот в плане Приближенной К материи Я пока не сообразил Как она Проявляет себя И как она Ими управляет Через математику Это видно Что она управляет Теперь умножайте Тоже интересно Уже проверьте Не буду занимать Время на это Тоже проверьте Когда умножаешь 3 на 3 6 на 6 9 на 9 Что происходит Теперь к этой формуле Что материи нет Формулу Эйнстейна Вы знаете Да Откуда она Я слезал Будем так говорить Второй закон Ньютона Сила равна Массе На скорость Квадрате Или на ускорение В чистом виде Сила Он поставил Энергия Слово не наше А сила наша Дальше Масса И скорость света Вот и все Второй закон Ньютона Теперь Чему же равна Масса Из этой формы Видите Если я закрываю Массу Вот она Суть массы Сила И движение Но ложь На этом основном Теории относительности А это Не конечная скорость Наша мысль В миллиард раз Быстрее скорости света А мы можем Раскодировать Информацию 5 скоростей Света У нас Это заложено Так вот Возвращаясь Опять же К дуальному миру Вот Матричная система Я За девятиричную Матричную систему Нам Что говорят 7 света Основных Ложь Опустили Черное и белое 9 Нас Опустили На семидневную Неделю Она была Девятидневная Месяцев Сделали Двенадцать Но у нас Было Девять месяцев И гадата Земелька Крутилась 360 Дней За оборот Тоже Или катастрофа Скорее всего Что митерейт Ударил И Раскрутил И побыстрее Она стала Крутиться Быстрее Или по другим Причинам Так вот Девятка У меня Встал вопрос А как же Ноты Семь нот Мгновенно Приходит Ответ Вот вам Девять нот И вот эти Когда числа Начинаются Со Семьдесят Честерех Керц И так далее По кругу Девять нот Поскольку я не музыкант Я попросил Специалиста Чтобы Настроить На эти вот Частоты Инструмент И как он Будет Воздействовать Он нас Объединит С пространством И со всей Сущей И Каждый Тут и есть И писание Каждой нот Но Кто будет Интересоваться Я Выложу Где Это найти И где Это Прочитать У меня Вконтакте Это есть На страничке Можете Тоже Там Найти И Главное На что Действует Каждая Нота И Какое Нам Какие Облага Несет Каждая Вибрация Поэтому Я Обеими Руками За Девятиричную Систему И вот Сейчас Я Стремлюсь К этой Девятиричной Системе Вот так же Что-то Делать Я все Складываю Девяти Теперь Я окружусь Уже В правую Сторону По утрам На Двадцать Семь Раз Все Придется Все Возвращается К истоку И вот Я безграничны Счастлив Что живу В это Время Что И Происходят Такие Перемены Великие Следите Наблюдайте За своим Самочувствием За пространством За мелочами Душа Так С нами Стремится Постоянно Общаться У нас Еще есть Хранители Вот сейчас Я не знаю Сколько Там Собралось Людей Но Даже Если Алексей На меня Смотрит То Мы уже Не вдвоем Его Ангелы Хранители Мы Ангелы Хранители У всех Слушающих И смотрящих Тоже Есть Ангелы Хранители Они Все Участвуют То есть Вокруг Сейчас Огромная Толпа Так Вот Эти Ангелы Хранители Как Правило Это Из Нашей Рого Небесного Люди Ушедшие Те Которые Видели При жизни И стали Хранителями Есть Другие Подключены Для Хранения Нас Нас Они Они Постоянно Нас Стремятся Подсказывать Нам И душа Стремится Нами Управлять Мы же Как Автомобиль А душа Должна Быть Водители И Ангелы И ангелы Хранители Должны Как Обеспечить Нам Дорогу По Которой Мы Едем Но Мы Это Ничего Не Замечаем И Не Чувствуем Потому Что Мы Умные Нас Эго Распирает Опять же Вот Картинка У Толга Лена Марыча У Него Очень Хорошо Есть Разделение Вот Это Эго Вот Это Сознание Это Душа А Вот Там Дух Связь Духом Вот На эту Картинку Наложить Еще Матрешку Наши Тела Кстати Даже По Вертикали У Нас Не Семь А Чак А Девять Одна Над Головой Еще Есть Одна Внизу Ниже Ступни Только По Вертикали Девять На Самом Деле Вот Еще Слева Справа Вверх Лады У Ель Поэтому Вертикальное Разделение Даже Девять Чакр Все Нас Перетащили На Семерку И Я С Валентиной Ко Абсолютно Согласен Что Это Деструктивная Матрица Деструктивный Кот Потому Разрушители Не могли Оставить Нашу Делектиричную Матрицу Нас бы Так быстро Не Скрутить И не Усыпить На такое Время Длительно Так что Дуальный Мир Он Закончен Вот Дали нам Возможность Для Доступа Для Информации В Интернете Вы можете По своему Духу Найти Информацию А что Делает Зомбатор И Средства Массовой Дебилизации Они Нас Постоянно Опускают На низкие Убраски С какой Радостью Они Вещают Пришествия Всех Без исключения Где бы Что бы Не случилось Не важно В какой Стране Все Тащат Все Низкие Раскачивает Нас Чтоб Не было У нас Постоянства Я Помню Советское Время На изделиях Заводские Штампы Были Цена Обозначена Вещь А сейчас Что Творится Вот Эта Неустойчивость Страх За завтрашний День Нас Держит Страх Интернете Страх Потерять Работу Я уже Сказал Пример Как Адовый Министр Пользуется Интернете Ну Разве Непонятно Что Все Что Творится В стране Это Единая Россия Такие законы Она принимала Использование Административных Рычагов Поэтому Пересматривайте Мои встречи С вами Вот И Определяйтесь Кто вы И во всех Там Есть Очень Много Выводов Что Делать Сохранять Землю Я об этом Сказал А вот Род свой Сохранять Нужно И Людям Помогать Во всякой Всевозможными Путями Нужно Даром Даром Надо читать Лекции Людям Чтобы Просвещать Вот это Есть Вклад Человек Вот Что делает Народная Славянская Радио Именно Этим Занимается Я не получаю Ни копейки С этом Вот За эти Вступления И Я Счастлив И Этим Самым Я Служу Народу Своему И Стремлюсь Сохранить Народ Наш Кто-то Словом Кто-то Дело Не важно Как Надо Помогать Ближнему Но Если Сам Проснулся И разбудил Рядом Это Замечательно Это Есть Наш Долг Вот Сейчас Как Никогда Один Поле Воин Как Никогда Хотя Это Было Всегда Нам Это Подменили Нам Все Изменили Одна Из Задач Это Стать Богатырем Пространственных Событий Но Надо Понимать Что Такой Богатырь Надо Стать Тарой Для Бога Бога Тара Богатырь Сохранить Себе Спрятать Себе Но Не Спрятать А Чтоб Ты Уже Жил С ним И Жил По Нему Вот Это Вот Правильно Искорка Бога Как Раз У Нас Сердце А Что У Нас Сердце Как Теперь Манипулирует Что Это Проделки Господа Это Понятно Вот Я Подумал Об Мнении Людей Вот Даже Простая Картинка Вот Вы Информацию Прочитали А Там Есть Вот Такой Знак Вот Такой Знак Я Посмотрел На Своих Выступлениях И на Остальные Другие Тоже Занялся Этой Вещи Да Так Вот Сорок Тысяч Просмотров Да Сорок Вот Так Сделано Ну Пятьсот Вот Так Хорошо Одна Ты Сейчас Там Уже Будет Сорок Одна Скоро Да Так Вот Сорок Тысяч Это Что Болото Где Ваше Чувство Благодарности Вы Прочитали Информацию Если Вам Интересно Не Забудьте Надавить Что Это Выглядит Это Подключение Питание Нашего Агрега И тот Кто Несет Информацию Он Понимает Что Это Значит Нужны Люди А Это Что Сорок Тысяч Не Проснувшися Людей Вовсе Нет А Кто Вот Тот Ставит Он Никогда Не Забывает Это Сделать А Кому Нравится Почему То Забывает Это Поставить И Распространить Это Есть Пробуждение Если Вы Почувствовали Что Эта Информация Разбудилась Продолжайте Это Дело Вы Будите Вот Для чего Нам Дали Интернет Светлой Цивилизации Космической Чтобы Это Использовать Правильно Следующее Что Нам Непременно Нужно Делать Это Изучать Язык Алексей Если Удобно То Посмотри Перерыв Если Там Удобно В технологии То Мы Сделаем Или Продолжим Или Я Продолжу Дальше Если Ты Готов Дальше Вещать То Давай Уже Доклад Сделаешь А во второй Части Мы будем Общаться С нашими Слушателями Зрители Хорошо Значит Изучать Язык Вот Это На самом Деле Будет Служить Руси Матушке Почему Да Простая Заносилась Это Безо Всякого Пафоса Потому Что Надо Возрождать Народ Пробуждать Народ А я уже Говорил Мы Меняемся Только От информации Значит Народ Можно Возродить Через Культуру А культуру Без языка Нормальная Восстановить Никак Невозможно Поэтому Нужно Изучать Наш Изучать Наш Непременное Условие Одна Из Вочнейших Наших Задач Каким Путем У меня уже Есть На эту Тему Экции Наверное Возвращаться К исток Так же Как Она Разрушилась Только Побыстрее Есть 33 Буква Изучите Образ Буквок И Пойми Что Наш Язык Слоговый Но Поскольку Арабский Корневой А у нас Она Перемешалась Значит То и Другой Используем Но Образы Надо Не только По буквице Учить А наш 7 на 7 Вот Для меня Хаарийская Коруна Там 144 Буквы Там 19 на 12 Вот Это Мне Приемлемо Так Вот Образы Хаарийской Короны Перенести И Совместить С образами Буквицей Выбрать Лучший Лучший Образ И Работать С этими Образами Это Будет Быстрое Восстановление И себя Прежде Все И Пространство Я Люблю Приводить Как только Я Задумался У меня Сразу Пришла Вот Так Вот Такой Форме Будем Грамота Которая За 15 Веков До Кирилла Смерть Входим Была Вот Я Кратко По Русскому Газыку Остановлюсь Я уже Это Много Раз Рассказывал По Абраму Шубину Повторяться Не буду Фразу Придется Сказать Все равно Потому что Не поймете Как сравнить С той Грамотой Вот Это Вот Мир Праве Славе Яве Или Дух Душа Тело Или Информация Сила Материя Вот Это Видите Сейчас Посмотрим Чтоб лучше Были Вот Все лучшее Собрано Мир Праве Яве Дает Росточек Мир Яве Мир Праве Славе Да Росточек Мир Яве Каким образом С космоса Люди Пришли Вот Это Буква У А с космоса Это Буква Л Видите То есть Мы сюда Пришли Космос Нечего Изобретать А Каким образом Это Лучше Теперь А Вот Соединение Мир Праве С Мир Яве Буква С Словом Информация И наша Задача Собрать Все Лучшее В мире Явенной Славе И дать Росток Космос Для Творения Миров Теперь Это Русь Какая Силища Заложена Слово Русь По той Азбуте Которую Я показал Вам Вот Смотрите Вот Это Буква Р Р Уже Вот Это Рот Никакие Рецы А род Вот Это Движение А вот Это Совесть Сотворенная Значит Родовое Движение Совести Сотворенная Силу Этого Я еще раз Картинку Найду Вы поймете Вот Смотрите Совесть Вот Она Где Бог Совесть Дух Дух Душа Так Вот Это Сейчас У нас Сейчас Не работает А Слово Русь Родовое Движение Родовое Движение Совести Сотворенной То есть Род Всегда Был на связи Со Творцом Всегда Вот Такой Русь Это Что Значит Другая Грамота Работы Предстоит Очень Много И Когда Видимо Будет Необходимость Собраться Всем Кто Изучает Язык Воедино Разработать Грамоту Для Детишек Наших И для Нас И Начинать Ликбез Как В свое Время В Восемнадцатом А в семнадцатом Годом Даже в конце Семнадцатом В самом конце Голубого Организовали Начали Семнадцатого Они ввели Нам Тридцать Три Буквы Отрезали Образы И Мы Стали Одним Махом Все Безграмотные Чтобы Директив Читать Они Ввели Ликбез Ликвидации Безграмотности Нам Придется Видимо Тоже Пользоваться Этими Шагами Ликвидировать Безграмотность Но Мы Здесь По Зову Души У нас Будет Проходить Это Очень Быстро И Думаю Что Обучать Детей Нужно Единственное Чтобы Вот Связь С Духом Держать С детства Не терять У меня Рожденные Связи С Духом Мы Перекрываем Это И вот Сохранить Эту связь С Духом Тогда Никакие Книги Не нужны Мы Все будем Брать Из Вещего Леса Из Чистого Поля Я же Сказываю Чистое Поле Это Информационное Силовое Поле Космос А Вещий Лес Это Велес Хозяин Вещего Леса Информационное Силовое Поле Земли Матушки Поэтому Призываю Начинать Изучать Русский Язык Чтобы правильно Пользоваться Словами И применять Вместо Я уже Показывал Что когда Предмет Называешь Недру И тем И именем То мы Его Разрушаем Разрушаем Прежде всего Живую Его Информационную Силовую Структуру И он Тогда Предмет Вокруг Нас Если мы Вот тут Вырубались У меня Сейчас Простанция Излучения Очень Мощная Еще Новый Инструмент Тоже Пришло Ко мне Я раньше Размером Поле Интересовался Потом Вот эту Вам Покажу Картинку Теперь Я меряю Силу Излучения Закристотное Излучение По шкале БАВИ Французского Ученого Это Очень Интересный Момент Но С русским Затком Закончился Раз я Сейчас покажу Вот Сейчас у нас Силу Излучения Вот здесь Я сижу 15 тысяч О чем Это говорит Ага Вот Смотрите Вот круг От нуля До трех тысяч Амстрон В этих единицах Он измерял Это больное место И больные люди Вот У Москвы Две тысячи У других городов Побольше Но меньше Все у Москвы Можно вывод делать Вредные От трех До шести тысяч То есть уже Предболезненное Вредное место Нейтральное От шести До семи тысяч Нейтральное А дальше Человек здоровый Нормальное Излучение идет Нормальный обмен Нормально Питаешь Богов своих Все нормально Так Места сил От пятнадцати Тысяч Вот я Произвел Уже здесь Места силы Почему Ну я умею Настраивать Разогнать Сущности Которые я вам Показывал С этого места Вот И Быть В настоящем месте Поэтому Может быть Я такой Жизнерадостный Веселый Всегда Потому что Знаю Что по-другому Не выживешь И вас призывают Тоже к этому Конечно Живое питание Нам трудно Сейчас Ну хотя бы С тех продуктов Которые Образуют Слизь В нашем организме Это Микробы Вирусы Бактерии Они любят Слизь Кстати Слово Микробы А вы знаете Что это за слово Микророботы Их рассеивают Нам Где они Производятся На войне Фаризистическими Существами А их Выкормыши Баки К самолетам Тайно Подвешивают Развеивают Пассажирские Самолеты Так вот Эти микророботы Мы их Надышимся Они потом Нами управляют Но когда Мы на высоких Вибрациях Мы их Выключаем Особенно Живым паразитам Вообще Никакой жизни Нет Поэтому Вот то Что я сказал Табак Алкоголь Наркотики Тяжелую Пищу Живую Пищу Как нам Творец Завоповедовал Живую Пищу Не просто Каждый По своему Аккуратненько Наблюдайте За своим Телом Резко Переходить Проблемы Могут Большие Поэтому Аккуратненько Я в свое Время Отказался От мяса Лет Десять Назад Вот А дальше По другому Перестал Да Хлеб Конечно Дрожил Ни в коем Случа Неземенность Ни в коем Ключе Зависть Воду Чистую Нужно Делать А воздух Целый Воздух Все Неслучайно Вот К Парфюмерии Я отношусь Как средство Массового Поражения Потому что Она дает Чуждый Аромат В том числе И духи Слово Дух Когда Человек Подушится Это вибрации Вот Аромат Это вибрации У каждого человека Свой аромат А когда Подушился Другой аромат Человек Совершенно Чужой И цвет Одежды Я отчего Перед вами Сижу В белой рубашке Это самые Высокие Вибрации Как оденешься Так и чувствуешь себя Я был Фиолетовым Это мой любимый Свет теперь Я уже ничего Никогда не куплю Теперь чертов Вот тоже В Швейцарии И Швеции Женщина сказала Но все В черном ходят Даже коляски Все черные Детские А подумайте Кто еще Черное любит Почему нашу полицию В черный отдел На службу Им Кто еще У нас Ходит В черном Посредники Между Господом И нами Но еще Кто Юристы Их Официальная Одежда Черная Вы представляете В мире Тотальной Лжи Вверх Вышли Пилотаж Адвоката А продать Виновного Я больше мыслить Не буду Домысливайте Сами Поэтому Особенно К телу Обязательно Белый свет Должен быть Нижнее белье Но все Буквально Имеет значение Чтоб мы Долго жили Были здоровы И сильны Имя человека Даже Ну вот Все сферы Действия есть Меняйте Спокойно Смело Меняйте Они же Нам его Изменили Всяк Все Имена Подменили Некоторые Сохранили Образ Поменяли Вот Я Владимир Почему Он Сохранил Да Вообще Есть Владимир Кровавого Который Русь Крести Из-за Этого Сохранено Имя Но Образ Овладеть Миром А на самом деле Веда И Лад А вторая Буквка И Вот первая Это связующая Между Ладом И Миром А вторая Это Буквка Палочка С точкой Наши Чуры Прощур Использовали Когда Писали Мироустройство Все То есть Я ведаю Лад И Мироустройство Вот Что значит Имя Владимир Правильно Написано И на конце Твердая Буква Р Твердый Знак То есть Продолжающее Створение Не должны Закончить Согласные Наши Слова Потому Что Слоги У нас Были Открытые Открытый Слог Дает Силу Поэтому Нам И портят Чтобы Лишить Нас Силы Делают Закрытые Слоги Сгласные Слова Начинаются А Имя Вот Смело Меняйте Если Вот И Отчество Нежелательно Произносить Потому Что Душу Отца Тем более Который Ушел Дергаете А который Еще Не ушел Так Вы Постоянно Вызываете И Хранителя Его И Душу Его Дергаете Информационную Счасть Устанавливаете Поэтому По имени Лучше А уж Где-то Официальный Документ Написать Допустим Если Я Николаевич То Свет Коли Я бы Написал Потому Что Кол Это Основа Стержень Еле на Конце Кол Вот А И Были У нас Не было На Руси Коли Были Миколы Так Вот А теперь Стали Николаевич Никола Не двора Вот Что Делать С Нашими Нами Поэтому Смело Меняйте У 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 Раскодировать Своё имя И фамилии Отчества Как Лукашевич В своё время Раскодировал Пушкина И Ищут Хотят Узнать Предназначение Вот Я говорю Сейчас О Предназначении У Всех Которое Должно Быть А у Каждого Есть Свои Ингидуальные То Что Душа Выбрала Поэтому Она Выбрала Место Рождения Родителей Мужчина Или Женщина Родится Даже Свет Или Допустим Он Крепкий Или Слабый Родился Всё Из-за Того Что Выполняется Предназначение Богат Или Бедный Всё Из-за Этого Зависит Потому Что Он Был Больше Богаче Никак Не Мог Выйти Из Колеса Сансары То есть Он Не Развивался Надо Выскочить Из него И уже На другой Виток Идти Поэтому Его В следующей Жизни Делают Бедным А он Пытается Открыть Бизнес Свой А у него Не получается Никак Душа И хранитель Этого Не позволяет Так Нечего В то Место Выполнить Своё Предназначение Всё Будет Правильно Особенно Когда Мы Сейчас Пришли В такое Замечательное Время А ещё Пришли К нам Боги Вот То Что Я Вам Показывал Эти Таблички Это Же Реальная Картина Мира И Братцы Шум Это Же Реальная Картина Мира Это Реальная Сила Идёт К нам А Сила Без Информации Не Ходит Правильная Информация Везёт Эту Силю А Это Же Послание К нам Идёт А мы Раскодировать Это Не Можем И Сейчас Всё Больше И Больше Появляется Людей Которые Снимают Эту Информацию Так Я Им Больше Доверяю Ещё Рассказал И Вот Ретроспективный Гипноз Я Им Больше Доверяю Чем Академикам Многих Академик Они же Служат Ещё Тому Строю Они Куплены Ортодокс Все А Нормальных Учёных Поэтому Имя Человека Умед Очень Важное Значение Потому Что Должно Отражать Предназначение Смело Меняйте Восстанавливайте Они Все Имена Прошли Через Церковь Они Посвящены Всем В основном Я Смотрел Эти Книги До Революции Которые Были Где В этих Книгах Вшёл Учёт Рождение Свадьбы И смерти В одной И той же Книге С трёх Частей Люлька Свадьба Могила Три слова Всё нормально Всё там Зафиксировано Так вот Там Когда Какой-то Христианский Святой Ему имя Мария 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 Николай 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 Они же Не наши Будет И не наши Святые И Кому Какой Мадрегор Питаем Не наш Тот Который Нас Убивает Архитектуру Нам Испортили Конечно В доме Я знаю Как-то Постановить Живой Поток И вокруг Меня Люди Пользуются И фекальные Трубы Перекрыл От самой Грязи Жуткой А другие Так как Живут Жмуравейник Если наши Поля Они хотя бы Четыре метра Перекрывают Так мы же Все соединены Там поругались Вся информация По дому Как Дезонанс Пошёл И архитектура Сама Обеспечивает Стоячую волну Крыши должны быть Вот такими Хоромы строили Я уже об этом Еле говорю Не буду повторяться А у нас Плоские сделали И землю делают Плоско Чтобы мы Плоско мысли И язык Нам Когда-то писали Объёмно Перевели на Плоское изображение А потом И образы Отняли И название Отняли Название Это предназначение Букв Оставили Одним Звук Вот Дебилизация Полная В архитектуре Поэтому Если даже Там 2-3 этажа Они должны быть Разного размера Окна Должны быть На каждом этаже Разного размера И крыши Высокие Тогда будет Живая Волна Пойдёт В доме В этом доме Можно жить А в таких С плоскими крышами Жить нельзя Это склеп Пользоваться Нужно Собственными мерами Вот Я сейчас Уже Ничего Тёмного Не покупаю Если кто На контакте Видел Что я уже Пальто Пошил С натуральной Тканью Это Лён Верхний Грубый Лён И внизу Лён Простращён Шерстью Второй слой Всё Натуральное Пальто И светлое Чтобы были Высокие Вибрации Это понимаю Да Вот Интересный Пример Жене Очень понравилась Белая шубка Искусственная Ни в коем случае Нельзя покупать Одежду Искусственную Я это проверю Пойдём Купим Хорошо Пойдём Беру с собой Рамочку Чтобы ей показать Я-то так знаю Вот Мир её Поле На ней Всё тоже Натуральное Меряю поле Приличное поле Больше четырёх метров У москвичей Больше четырёх метров Редкий случай Всё забирает город Всю силу забирает А кто в конечном итоге Знаете Так вот Я её померил поле Она одевает эту шубку А поля-то нет Это как скафандр Нету поля А что касается Вот У того же Бои там Статья есть Как излучает ткань Так вот ХБ Десять тысяч Лён Одиннадцать Шерсть Одиннадцать с половиной А искусственная Тысяч Тысяч А искусственная Четыреста пятьдесят Единиц А если до двух тысяч Это мёртвая зона Вот и всё Значит надо Вот побольше Любить Прежде всего Любить Начинайте с себя Вот если ты себя Не полюбишь Ну как ты можешь Другой полюбить Ты не поймёшь Как полюбить Другой Но если даже сейчас За что-то любишь За то что тебя любят Это уже сто пятьдесят герц Это уже Можно выжить Двойная корысть А если вот Не за что Безусловная любовь Двести пятьдесят герц И выше Вот к чему Нужно быть устремлено Будущее наше Это точно Что опять Возврат пойдёт Что мы будем Не белковая структура наша А кремниевая Кремниевая Потому что Пойдут ультрафиолетовые лучи Раз снимается Утончается Наша защита Будет проникать А солнечно Ультрафиолетовые лучи Которые нас просто Убьют в этой системе А кремниевая Нет проблем Температура тела Будет повышаться Вот если кто Замечает за собой Что температура тела Повышается Это первые шаги К изменению К вознесению Вести Земли Блинное сознание Надо развивать Ну Наверное Когда-то Я не помню Говорил ли нет Вот Бытийное сознание Да Дальше Научное А потом Религиозное А потом Соответственно С нашими Тонкими телами И в конечном итоге Блинный Девятый уровень Блинное сознание Основано На наших сказках Пословицах Поговорка То есть Когда Щур и Прасчур Видели Что начало Происходить Начало Христианизации Они решили Для нас Информацию Сказки Спрятать А чтобы Эти сказки Не уничтожать Блины Все Приурачивает Киеву И к Владимиру Ясному Солнышку Возвеличивая Его Якобы Эти Блины Не уничтожили А в хромологии Это не совпадает Поэтому Надо Раскодировать Их И в интернете Много Ключей Для раскодировки Мы же С Алексеем Сделали Одну сказочку Мультик Ежик в тумане Ну наверное Все Закончим Еще одна Появилась Вот Обязательно Потому что Когда этим Будешь владеть Невозможно Человек Обмануть И обман Явно Будет Налицо И распознавать Надо Кто От темных сил А кто От светлых сил И это Просто Вот уже Я сказал Насчет Удочки И рыбы Кто Дает Рыбу Я Отношу Темным силам Надо Удочку Давать Пиделом Заниматься А не Отнимать Время У людей И деньги Не Отнимать У них Второй Момент Светлая Сила Себя Никогда Не Не Навязывает К ним Надо Обращаться Смело Обращайтесь Своим Хранителям А сейчас Нужно Постоянно Это Делать К своей Душе И просите Их Чтоб Они Вам Помогли Связаться С Духом А уж Духом Связи Придется Волю Проявить Чтоб Связь Установить С Богом Вот Где Воля Нужна И Они Вам Рады Будут Помочь А Темная Сила Себя Навязывает Вот Отсюда Если Не Просит Не Делай А Посмотрите Какая Огромная Посредников Какая Сеть Посредников На Земле Паразитов Посредников С кем Человека С Господом Сколько Таких Ступеней Так Вот Кто Себя Навязывает И Вы Думаете Вот Такая Информация Хорошая Я Тебе Сейчас Расскажу А Им Это Не Надо Аккуратненько Надо Поступать Подходить Аккуратненько Покажи Себя Как Ты Сживешь Он Заинтересуется А Чувствует Почему Тебе Все Хорошо Тебя Со Всех Сторон Пеняет Ограничивает Стремятся Тебя Скорее Со Жить А ты Живешь У тебя Все Хорошо Они Присматриваться Начали Так Надо Себя И начать Вот Два Мощных Фактора Ну а Дальше Смотрите Конечно Темным силам Предела Жадности Нет Смотрите В каких Дворцах Живут Все Садят на место Ничего Ему Зачем Там 5-6-10 Спали Жморазм А У Светлых Сил У них Все Достатки Я Не За Нищету Нет У Человек Должно Быть Все Достатки Чтоб Он Жил Нормально Ну а дальше Может Какие-то Вопросы Будут Я что-то Может быть Упустил Что я планировал Я посмотрю Чего-то Какие Картинки Готов Еще Вот Значит Может Быть Даже Так Вот Чего Мы Начали С вами Значит Определитесь Кто Вы Первый Шаг Дальше С кем Вы Второй Шаг И Вот Эту Вертикаль Связь Надо Восстановить Плодобога И помогать Людям Это Делать Это Одно Из Главных Наших Предназначений Что Мы Должны Делать Ну а Теперь Спросать Людей Значит Спросать Страну Надо Мир Спросать Мир Спросать Надо Чтобы Мы С ними Своими Творим Мир Поэтому Надо Его Спасать Мысли Прежде Всего И на это Каждый Способен Только Желание Проявить Если Не желает Уйти На ту Земельку Быстро Быстро Понаблюдайте Сейчас Происходит Кто Должен Уйти На ту Землю Неважно Как Не через Естественно Сфер Для этого Происходят Всякие Трагедии То есть Это Должно Случиться Когда Дух Чувствует Что Никак Тело Не Управляется Со Стороны Духа Прервана Это связь И даже От Духа Да даже От Души Мы не чувствуем И Душу Нашу Исковеркали Мы не чувствуем Поэтому Дух И выбрасывает Тело Не может Меньше Выбросить Больше Больше Выбрасывает Меньше Как Не подчиняется Но самое Что Для осознания Страшное Посмотрите Вот Этот Сворожий Цикл 25920 Лет Кто Уходит На ту Земельку Вот Это Время Потеряно Хотя Времени То Нет Есть Процесс Изменения А Процесс Изменения 26000 Не повторяйте Вот Сколько Будет Потеряно Своё Развитие Поэтому Я вот Поделился Кроме того У каждого Из нас Есть задание Рода Знаете Вот Род Сколько Поколений Жил Материализм А почему За Сталин Он Под Прикрытием Атеизма Проводил Ветизм Имя Его Просветёт И очень Быстро Ну Вот Ещё Картинку Одну Забыл Посмотрите Иньяй Середина И внутри Иньяй Середина Чем Они Отличают Посмотрите Направление Вращения И вот Эти спутанные Частички А более детально Может принять Вот когда Близнецы Однояйцовые Близнецы Да То Вот Их растащи На разные Стороны Земельки Матушки Они болеют Одними болезнями Один заболел Здесь Моментально Тот заболеет То есть Если направление Вращения Вот Их растащить Вот эти частички Вот направление Вращения И взять Это направление Поменять То Неважно Где будет Эта часть У этой направления Землицы Вот это Есть спутанные Частицы Это Одна из Принципов Которые Вам не Рассказывал О Принципах Устория Мира Поэтому Я эту картинку Приготовлю Это Не дуальность Это Единство Это Единство Сварга Небесная Держится На Единении Белобога Чернобога И множество Богов Единствия Каждый Занимается Своим делом А родовой Задач Что нужно Делать Вот Все устроено По матрешке Нам говорят Пирамида Вот как Мы устроены Внутри Плотное Тело Потом Тонче Тонче Все вокруг И Так же Устроено Вокруг нас Так же Все происходит Вот Родичи Сына Вокруг нас И они Ждут Чтоб мы Исправили Их путь Это одно Из наших Предназначений Не отвергать Кто-то Был там В роду Убийца Если посмотреть Кем мы там Были Мы тоже Кого-то Убили Столько Воплощений Прошло Тоже мы Были Убийцами Все это Мы прошли Нельзя Отвергать Родичей Своих Какие бы Они Не были Они Наши И не Просто так Мы родились В этом роду И когда мы Шли на эту земельку Нам же Род небесный Определил Задачу Которую мы Не знаем А суть Простая Помочь Исправить Вот это А что Каким образом Исправить На душ На кладбище Лежат Они вырваться Туда не могут Все церковные Обряды Для чего Предназначены Чтобы дух Душа не вырвалась Из земли И нас научили Этим Обряду Что мы произносим Когда землю Зарывают Пусть земля Тебе будет Пухом Все Запечатали Полностью Душу в землю Поэтому Когда идешь По кладбищу Даже оно было Там Тысячу лет назад Уже его нет А рамка На всем протяжении Крутится Из рук Вырывается В левую сторону Оттуда Вырваться Хочет Душа Так вот Я пока не знаю Как это сделать Я думаю Что просто Выпускать Души эти Не совсем просто Но это делать Тоже нужно Это наша задача Восстановить Освободить Души Очистить земельку Матушку А как реально Земелька Идешь 5-6 метров А меняется Направо Оттеположенное Вращение То сюда То сюда Так земелька Себя гармонизирует Это так называемая Сетка кюри 5 на 6 метров В одном месте Левое вращение В другом Правое Если когда знаешь То уже будешь знать Какое дерево Куда посадить Она тебе Будет урожай В разы лучше Давать И радоваться Все будет Что-то посадить Но это различать Надо Какое деревье Чего Какие вращения Ему нужно больше Яблонька любит И земли идущие Ну и похоже Что большинство Деревьев Я тоже пока Но если По интересу Это поднимется вопрос В интернете Это можно найти Это очень важный фактор Так исправлять Род свой Небесный ушедших Это одно из наших Каждого предназначения И выполнять Предназначение Своей души Поэтому Информацию Надо свою Принимать Стали Красивые девицы Седина появилась Так подкрашивайтесь В тот свет Который у вас был В молодости В средние годы Если вы хотите Подкраситься Но когда вы Покрасивались В другой Вы чужой человек Вы разрушаете себя Вы теряете связь Своим родом И своим предназначением Ну ладно Я думаю Что на этом Мы пока закончим Хорошо Раз так думаешь Давай на этом Пока и закончим Но я думаю Что мы не закончим Сегодняшний эфир Мы закончим Только первую часть Эфира Да А вообще Эфир такой Получается Развернутый Не просто Не просто пришел Ты так вот Пообщаться А ты прям Целый семинар провел Что меня в общем-то Радует Хорошо После небольшой Музыкальной отбивочки Мы перейдем уже К вопросам Ответам Которые появились В чате Народно-славянского радио Славрадио.орг И на Ютубе В нашем канале В Ютубе Славрадио Тоже там Он называется То есть Ютуб.com Слэш Славрадио Да И сразу Хочу тоже попросить Тех Кто Умеет Пользоваться Сайтостроительством Мы приглашаем Таких людей Для того Чтобы модернизировать Сайт Пришло время То есть Он был на скорую руку Сделан Для того Чтобы запустить его Сейчас пришло время Его довести до ума Задумок огромное количество Но связаны По рукам и ногам Тем Что пока Он у нас В таком состоянии Так что Если кто-то есть А лучше может быть Команда Кто занимает Сайтостроительством В хорошем Качестве То пожалуйста Милости просим Связывайтесь Будем изменять Сайт К лучшему Итак Обвивочка И продолжаем Народная славянская радио Пора просыпаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok